Приветствую вас, молниеносные кики! С вами Фёдорович, а в этом видео мы посмотрим на яркие и брутальные нокауты от лучших бойцов K1. В поединке бойцам постоянно приходится принимать решение о том, как начать атаку и как попасть по противнику. А решение пробить колено в прыжке от Кахиру Маки в бою против Токеды было великолепным. Когда Рэми Баньяске, будучи тяжеловесом, поднялся в ринг против Акебоно Таро, казалось, что первоклашка вышел на разы со старшеклассником. Но летящий джентльмен в очередной раз доказал, что размер для хайкика не помеха. Маленький да удаленький железный Майк не раз радовал зрителей своими боями, прямо как в поединке против Кахира. Кахиру Маки хватило смелости выйти против Буакава в его лучшие годы. Но также ему хватило ума его разозлить в ринге, за что и пришла суровая расплата. Когда сходятся два разных стиля в одном бою, результат предсказать невозможно. Можно лишь предположить уровень бойцов. Ну а в этом поединке Игнашов был на голову выше борца Вильямса. Когда у бойца в руках динамит, его невозможно остановить, даже несмотря на то, что держалка у ООНа очень хороша. Но пулеметы Крауса оказались с бронебойным зарядом. В бою никогда нельзя расслабляться, даже когда кажется, что ты классно попал и отправил соперника в нокаут своим хайкиком. Чтобы провести один четкий удар, нужно тренироваться годами. А чтобы пробить такой апперкот, как Ямамото, нужно еще и отличное чувство тайминга. Если противник настолько крут, что может выдержать чистое попадание коленом и ногой в голову, тогда нужно пробить лоу-кик, прямо как Питер Айрц против Гудриджа. Амада имел счастье ощутить на себе легендарные лоу-кики Жерома Лебанера. И думаю, что больше ему такого счастья не надо. Отличный бой между Сефой и Гудриджем закончился отличным нокаутом. Хайкик – это страшный удар, но когда его исполняет 100-килограммовый Громила, он стает смертельным даже для такого же монстра. Фуджито очень четко исполнил любимую корягу, споймав Ибрагима на его же лоу-кике. Не стоит судить бойца по пивному животу, ведь если он вышел в ринг, значит что-то да умеет. Прямо как эти ребята, без особой красоты, просто забивают друг друга. А Биди просто не повезло попасть под знатные колотухи Гудриджа, который не стал ничего выдумывать, а решил просто попасть посильнее. Отличный удар от Йелмаза, которым можно и похоронить. Иногда развязка боя может быть очень непредсказуемой, ведь тот, кто атакует, может и упасть от встречного удара. Отличная комбо от Макдональда из двух ударов по корпусу и третьим сбоку в голову похоронила шансы Тайсе продержаться хотя бы до конца раунда. Когда два здоровых мужика начинают рубиться в ринге, предсказать что-либо тяжело, да и не нужно. Лучше просто на это смотреть. Когда не хватает техники и фантазии, нужно просто бить. Побольше и посильнее. Конечно, если хватит физухи. Хорошо поставленные руки – это основа любого единоборства. Когда у тебя тело 160-килограммовой гориллы, техника уходит на второй план. Главная сила, с которой любой маг может быть нокаутирующим. Поединок на Касаке против Баньяски оказался чрезвычайно ярким. Особенно, когда Рэмми начал раз за разом пробивать хайкики с двух ног. А японец их стойко держал. Пока все-таки нога не пропустила удар, который, казалось бы, не достал до цели. Удар коленом страшная штука. Но вот никогда не нужно забывать, что против этого удара отлично работает боковой. А Магомедов про это забыл. Оттого и пропустил жесткий крюк от Чалсмака. Классика работает всегда. Поэтому с нее нужно начинать и к ней возвращаться. Именно такой классической комбинацией Брикс уронил Эриксона. Остановить Гудриджа в ринге было непросто. Ведь его натура беспредельщика могла забить и убить противника. И это на себе испытал Теркай. Знаменитый бой Игнашова против чистого боксера Вильямса, который ощутил, что такое лоу-кик, как ни странно закончился от удара в руками. Иногда можно лидировать и быть, казалось бы, за миг до победы, а потом лежать на полу в недоумении. Прямо как это случилось с Ясухирой, который пропустил один встречный удар от Елмаза. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, как вам старые турниры Кайван. Это называется лепить. Наши упражнения, секретный комплекс упражнений по милитации. Старайтесь эти упражнения, значит, не светить нигде. Жарики солнечные. Ставил. Благодарю за просмотр и настойчивость в тренировках. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...